Итак, доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать притчи. Притчи царя Соломона, Мишли и... Всем хеллоу, бонжур, кто где находится, шалом. Так, хорошо. Мы дошли уже до 29 главы и 23 отрывок. Итак, сегодня мы находимся в 23 отрывке. Доброе утро! Уже все знают, где изучать притчи Мишли. И в 10 утра уже многие ждут этого момента для того, чтобы присоединиться к великой мудрости, которую нам передал царь Соломон Шлома Амелах, как его звали в оригинале. Итак, значит, в 23 отрывке говорит он следующая вещь. Гаават Адам Ташпилену. Переводится это так. Гаава – это высокомерие, гордость высокомерия. Гордость высокомерия человека Ташпилену, оно его, Ляшпилета, прибивает. Значит, другими словами, гордость человека, она его унижает, прибивает. У Шфаль Руах, а тот, кто уже находится в Шфаль Руах, это смиренный духом. Дословно, Шфаль, он уже приниженный духом. И что? Значит, и тмок кого-то, получает он почет. Очень идет это против логики, обычной, привычной, такой формальной логики. С одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, человек, человек, он… Давайте посмотрим, как это работает. Значит, Гаават Адам – это его высокомерие. Каждый человек как-то себя оценивает, меряет себя. Каждый человек меряет себя, и каждый человек меряет других. И вот он сидит себе, человек такой, да, проснулся он утром, и себе говорит, да, говорит, я какой я? Кто-то себе говорит, я круто, я звезда, как есть такой певец, Кэнни Уэст его зовут. Он говорит, у меня, говорит, самая большая печаль в жизни, что я не могу увидеть свой концерт вживую. Говорит, это просто огромная потеря. И есть люди такие высокомерные, они себя считают суперстар, суперзвездами, супервыдающимися. И они с утра просыпаются, и прямо там певцы какие-нибудь, особенно часто этим страдают, актеры. И они начинают себя высокомерно вести. И почему же это тогда его прибивает, почему это его унижает? Все очень просто. Потому что люди, которые ждут к себе слишком хорошего отношения, которые слишком себя высоко ценят, они себя ощущают со стороны окружающих людей недооцененными. Как бы они, как? Это что? Значит, на меня не так посмотрели, мне не додали, меня не так ко мне обратились, не то мне сказали. Есть, я помню, когда я приезжал на одно мероприятие, у каждого тренера, такого уже человека, которого приглашают, у него есть райдер. Райдер – это там, где написано его требования, как должно быть. У меня в райдере написано, что у меня должна быть вода без газа, кофе эспрессо. И что у меня еще в райдере написано? Ну, вот такие простые вещи. И помню, одни организаторы, они говорят, слушайте, вы такой прям замечательный человек, слава богу. Вот у нас приезжал до вас один человек, там другой, не буду называть кто. Так он, значит, было написано, что у него должны быть тиви порезанные 8 миллиметров, ломтиками 8 миллиметров. И он устроил скандал, потому что это Киеве не было порезано именно 8 миллиметров. И она говорит, вообще, слава богу, такая довольно счастливая. А того человека она ненавидит. Почему? Потому что он высокомерный. Но самое здесь то, что царь Соломон, вот этот здесь инсайт, да, что высокомерие человека, оно же его и унижает, потому что он все время сам себя чувствует недооцененным. То, что другие люди как к нему будут относиться, это понятно. Если он высокомерный, если он их унижает, понятное дело, что они будут его ненавидеть. Но ему-то самому будет плохо, если он высокомерный. Вот это вот инсайт, который мы получили сегодня в 23-м отрывке от царя Соломона, значит, из притчи. Теперь вторая часть этого же отрывка. Она нам говорит, что смиренный духом он получает почет. Как это работает? Давайте посмотрим. Кто такой человек смиренный духом? Смиренный духом человек, это тот, который утром проснулся и говорит, Господи, слава Богу, я проснулся. Сегодня в мире миллионы людей не проснулись, да, в мире умирает каждый день, но сотни тысяч людей не просыпаются утром. И, а я проснулся, слава Богу вообще, да, я могу ходить, у меня ноди есть, вообще, слава Богу, вот это мне повезло вообще. Я же ничего для этого не делал. Я просто проснулся, и я бы ночью мог бы и не проснулся, да, не проснуться. И дальше, дальше такой человек, он уважает людей, он слушает внимательно, да, почему? Написано в Пертеевод, написано так, что кто мудрец? Кто такой мудрец? Алумет Миколь Адам, тот, кто учит от каждого человека. И царь Давид, представьте, царь Давид, он про себя говорил, что Миколь Меламдай Искалти, от каждого, кто меня обучал, я умудрился, Ти Эдотеха Сихали, потому что Божественный Дух говорил со мной, сквозь людей. Получается, что это совсем другой подход. Интересно, что в псалмах Давида, когда он говорил о себе, он, царь Давид, использовал такое выражение, он говорит, ми они, кто я, он говорит, я тола вело иш, я, говорит, червь и не человек. Так про себя говорил царь Давид, который на тот момент захватил весь Ближний Восток, и был там, Галята он убил, он был, ну, невероятно великий, мощный человек, который про себя говорил, кто я, говорит, я червяк и не человек, все от Бога. Это мне понравилось, кто-то мне рассказывал, что Хабиб, когда он победил в своем самом мощном бое, ему говорят, Хабиб, ты там вообще, он говорит, все, все, Аллах, говорят, говорят мусульмане, Элоим, Элоим это всесильные, говорят евреи, и все, он говорит, все от Бога, все от Бога. И это человек смиренный духом. Тогда почему же смиренный духом получает почет? Во-первых, его люди уважают. Каждому приятно, когда, например, был такой в Америке президент Теодор Рузвельт, он знал по именам всех работников Белого дома. Всех работников Белого дома он знал по именам, и он все время спрашивал, как твоя жизнь, как жизнь твоей семьи, как это. Все по имени. Люди его просто, какой он вообще, как, он помнит, как меня зовут. Понятно, да? То есть, тот, кто смиренный духом, тот, кто не выделывается, он, его будут уважать, его будут почитать. Но мало этого, вот это, опять же, инсайт, который, на первый взгляд, непонятен. Он сам будет меньше страдать от жизни, потому что высокомерные люди, они все время страдают. Не додали, не дооценили, не так сказали, не так обратились, не так лежит. Как это? Меня не уважают, меня не почитают. И он все время в гневе и в раздражении. Смиренный человек, он говорит, когда Бог захочет, он мне все даст. В нужный момент, в нужное время, все, не полагайтесь на людей, говорил царь Давид. Не полагайтесь на людей, на Бен Адам, на, ну, просто на человека. Эн Ботшуа, нету в нем спасения. Тецер Ухо, выйдет из него дух. Яшувля Адматов, вернется он в землю. Боем Ау, Абду и Штанатав. В этот день потеряются все, кто на него полагались. И счастлив тот, кто полагается на Бога, кто спокойно, внутри себя чувствует, в сердце спокойно, уверенно. И здесь Талмуд продолжает эту линию. Вот говорит царь Давид, как он был смиренный. Он про себя говорил, я, говорит, червяк и не человек. А Авраам Авину, про отец Авраам, он был еще более скромный, чем царь Давид. Потому что про себя он говорил, ма они, кто я, он говорил. Афар Ваэфар, я, говорит, прах и пепел. Кто я, прах и пепел. Теперь, а что говорил про себя Машер Абейну Моисея, который был самый великий из всех. Он говорил, когда народ к нему пришел, он же был как царь. Он говорит, вы нахну ма, кто мы, нас вообще нет. Все от Бога идет. Что вы на нас возмущаетесь, что там не было еды, не было воды. Он говорит, мы при чем, все от Бога. Понятно, да? Но в практической жизни это очень просто. Человек просто, это как аксиома такая, да? Аксиома, что высокомерный. Он, высокомерие само же человека унижает. А смиренный духом, человек, который почитает других, уважает других и не выделывается, он получает почет. Вот такая вот, вот такая вот простая вещь, да? Теперь дальше. Значит, 24-й отрывок, он тоже нам сообщает, царь Соломон, вещь не, такую неочевидную с первого взгляда. Значит, говорит он нам так. Это же притчи, как метафоры. И говорит нам царь Соломон. 24-й отрывок, 29-й главы. Значит, здесь, в этой притче, как бы передается нам следующий аспект. Вот, например, есть человек-вор, ганав, да? Вор украл у кого-то что-то. Украл он, значит, иногда бывают страшные вещи, как, например, там, родители собирали деньги на лечение ребенка, а вор украл. Все, ребенок умер. То есть, иногда кража может привести к, ну, к совершенно ужасным последствиям. Или же, например, человек украл у другого и сел в тюрьму, и тоже ужасная вещь, на 5 лет он за какую-то вещь, которая вообще просто вещь, он ее взял, украл и сел в тюрьму, и 5 лет своей жизни отдал в тюрьме. То есть, ну, кража, очевидно, и логикой, и по духовным законам кража запрещена. Теперь, ну, если человек купил ворованное, купил он ворованное. Он пришел, значит, и купил какую-то украденную картину, или, например, вот у меня один знакомый есть, он вроде бы, ну, не вроде бы, он очень честный человек, религиозный честный человек. И он инвестировал деньги в проект человека нечестного, который построил дома на земле, которая была там взятки, невзятки, в общем, или вообще она была неоформленная. И получается, этот честный, все свои деньги вложил в проект нечестного, потом этого нечестного хлопнули, посадили в тюрьму, а этот честный потерял все свои деньги. Это то, о чем говорит царь Саламон здесь, что тот, кто холек, тот, кто становится партнером с разделяющей добычу с вором, он сонэ навшо, он ненавидит душу свою. То есть он на духовном уровне приносит себе очень большой вред. И к чему это ведет? Следующий шаг. Всегда в жизни есть любое действие, имеет последствия, любое действие, любое усилие, оно дальше ведет как цепная реакция, включая цепную реакцию. Получается, что тот, кто с вором разделил добычу, дальше следующий этап, слышит он клятву, то есть его начинают спрашивать, а откуда это, а как, или вора поймали, а ты знал или не знал, и что дальше? А дальше он вынужден будет нарушить клятву, потому что если он скажет, что я знал, что он вор, значит он будет с ним сообщиком. Если он скажет, что я не вор, то я не знал, он тогда нарушит клятву. И получается, слово за слово, те, кто входят в взаимоотношения со злодеями, они обычно страдают. Теперь дальше. Дальше Тора нам говорит еще больше. В трактате Медила в Талмуде есть такая там на 29 листе, спрашивают великих мудрецов, которые дожили до, в те времена, они жили там по 100 лет, это очень было много. Как вы удостоились долголетия? И каждый рассказывает свои какие-то жизненные принципы, как они удостоились долголетия. Теперь. Один из них говорит такую вещь. Я, говорит, никогда в жизни не смотрел в лицо злодею, чтобы не портить свою душу. То есть он не пускал в свое мышление вообще зло, даже не смотрел в лицо злодею, не смотрел на эти все портреты злодеев и так далее. Теперь, что нам говорит Тора? В Перте, вот, в поучении отцов есть такая мишна. Значит, там сказано так, что Архек Мишахен Ра, отдались от плохого соседа, Вальти Тхабер Лераша, и не соединяйся со злодеем даже на хорошее дело. Не иди с ним даже в партнерство на какой-то хороший проект. Уже он злодей, он где-то деньги украл. Не иди с ним на проект даже в хороший, даже в хороший проект, не иди с ним вместе. Вальти Таешмина Пуранут, и не придется тебе отчаиваться от расплаты. Теперь задают вопрос мудрецы. Смотрите, вот есть злодей, статус злодей. Злодей-то тот, кто делает явное зло. Украл, убил, ограбил, изнасиловал и так далее. Это злодей. И нарушает божественные заповеди. Возьмем по-простому 10 заповедей. То, что на скрижалях написано. 10 заповедей-это общечеловеческие божественные заповеди. Теперь, значит, это злодей, кто это нарушает. Теперь, кто такой Шохен Рак? Кто такой плохой сосед? Плохой сосед это тот, кто это все не нарушает. Но есть такие люди, он не поможет. Он не сделает какое-то... Ну, в общем, знаете, это еще не явное зло. Ну, такое он... Люди такие нехорошие. Назовем это так. Теперь говорит нам Тора. Отдались от этого нехорошего человека. И не присоединяйся к злодею. Почему? Явное зло, оно большинство нормальных людей пугает и отталкивает. То есть, там, где есть явное зло. Вот есть там криминальный мир. Такое, вот знаете, явное зло. Для нормального человека, для среднего это опасно и страшно. Не явное зло. Зло, которое... Вроде бы это зло, а вроде бы и не зло. Вроде бы это... Ну, там, например, говорится в Торе, что гомосексуализм запрещен. Да, нельзя? Братья между мужчинами запрещены. Ну, вроде они такие симпатичные. Ничего плохого не делают. И на парад мудрости они ходят. Не парад мудрости, а на парад гордости они ходят. И большинство хороших, нормальных, добрых людей сказали, что может это и не зло. Может это и добро. Может это и нормально. В итоге мы имеем за 50 лет ситуацию, когда... Скоро это будет, знаете, как есть анекдот, когда один, значит, хотел уехать, Абрамович решил уехать из России в Израиль. Его спрашивают, а что вы сейчас решили уехать? Вы не уезжали во времена Советского Союза. А сейчас вы решили уехать? Он говорит, вы знаете, меня пугает динамика. Его спрашивают, какая динамика вас пугает? Он говорит, вот смотрите, раньше за это была смертная казнь в древности, да? За гомосексуализм. Потом за это сажали в тюрьму. Потом за это просто осуждали во времена Брежнева. Сейчас это стало нормальным. Стало это нормальным. Но теперь, раз это стало нормальным, я смотрю на динамику. Следующий шаг. Скоро это станет обязательным. Я, говорит, хочу уехать. Я хочу уехать. Правда, уезжать часто некуда. Везде это скоро станет одинаковым, обязательным, да? С такой динамикой. Вот. Это то, что называется неявное зло, которое вдруг стало добром. Которое вдруг стало добром. И, значит, это то, что говорится, надо отдалиться от плохого соседа. Не присоединяться к злодею. И не придется отчаиваться от расплаты. Потому что по духовным законам любое зло, оно будет наказано. Раньше, позже, сильнее, жестче или так далее. Но оно будет наказано. Просто нужно чуть-чуть подождать. Поэтому человек, который не хочет на себе проверять. На Востоте это называется законы кармы. У нас это называется та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть лучше зло не делать. Лучше держаться подальше от зла. Идти в уверенной такой вот, знаете, уверенной в... Есть вещи очевидные. Быть добрым, быть скромным, быть честным. Работать, помогать людям. И в итоге человек, который так двигается по жизни, он не проиграет. Вот он не проиграет. Я смотрю на свою тещу, например, да, Раиса Васильевна. Честный человек. Всю жизнь делала только добро. Слава Богу. Я сейчас уже там, уже под 80 лет. Или мои родители, слава Богу, которым уже за 80. То есть люди, которые держатся подальше от зла, у них жизнь, она хорошо складывается. Бывает, бывает, что люди добрые, хорошие, умирают, болеют. Бывает. Но, опять же, это происходит потому, что жизнь в этом мире, это только часть жизни. Это на иврите слово жизнь, она звучит хаим. Вот можете спросить у любого, кто знает иврит. Жизнь... На русском языке жизнь это жизнь, да, это в единственном числе. На иврите слово это хаим, жизни. Человек живет, у него в любом случае есть жизнь в этом мире и есть духовная жизнь. И духовная жизнь, она не заканчивается. И тот, кто об этом помнит, он относится к смерти абсолютно по-другому. Смерть это только переход из одной жизни в другую жизнь. И поэтому люди добрые, хорошие иногда умирают, потому что умирают все. Но они просто переходят раньше, чем другие, в следующий уровень игры. И единственное, что расстраивает по-настоящему верующих людей, когда у них кто-то умирает, что это долгая разлука, это как длинная командировка. Все равно мы там все увидимся, но когда умирает, не дай бог, кто-то из ближних, из близких, то это долгая разлука, как человек уехал в... Но потом все равно все встречаются. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, полного добрых дел, благодарности к Всевышнему, скромности, уважения к людям. И с Божьей помощью все будет у всех хорошо. Всех добрых, хороших людей все будет обязательно хорошо. Все, всем пока, счастливо, хорошего дня.